Всем привет, меня зовут Тушел и сегодня у меня на обзоре мышка Блади А91. Компания Афотех, которая принадлежит бренд Блади, достаточно давно выпускает неплохие игровые мышки. Я помню, когда появились самые первые модели X7, у них были весьма достойные характеристики по очень привлекательной цене. Сейчас мышки Блади занимают лидирующие позиции среди альтернатив именитых брендов. Да и на рынке игровой периферии в России у них весьма значительная доля рынка. Но так как любой технический продукт это компромисс решений, в большинстве случаев из-за снижения стоимости начинает страдать качество и возможно внимание к деталям. Давайте посмотрим, является ли Блади А91 подтверждением или скорее исключением из этого правила. Комплект поставки мышки можно сказать стандартный. В него входит сама мышка, две наклейки с логотипом бренда, а также карточка с ссылкой по которой можно скачать программное обеспечение. Запасных ножек нет, да они не нужны, так как они выполнены из металла и компания-производитель обещает какой-то бешеный их ресурс. На кабеле присутствует липучка, которая удобно пользуется при транспортировке мышки или при ее хранении. Также хочу сказать, что оформление коробки лично мне не очень понравилось. Вот смотришь на нее и видно Китай. Если бегло посмотреть сайт компании, то можно подумать, что у Блади есть две мышки, А90 и А91, которые отличаются только дизайном. Но на самом деле А91 является уменьшенной копией А90. И если А90 скорее напоминает дезатор или ЕЦ1, то А91 очень схожа по размерам и форме к ЕЦ2. Хотя отличия в форме есть, и не все они в лучшую сторону. Первый минус формы заключается в сильном скосе правой боковинки. С задумкой дизайнеров формы понятно, скосив правую сторону мышки, становится гораздо проще ее поднимать. Но угол скоса великоват, и поэтому при ладонном или когтевом хвате кончик безымянного пальца висит в воздухе. Вдобавок, после 2-3 часов игры я почувствовал боль в безымянном пальце в районе дистальной фаланги. При пальцевом хвате этого скоса уже не так заметно, и мышкой пользоваться было гораздо более комфортно. Второй минус это выштамповки на боковинках. Они также предназначены для более цепкого хвата, чтобы придать бокам рельеф. Но лично у меня от них заболел теперь кончик большого пальца. А все из-за того, что я сильно сдавливал мышку, так как она выскальзывала из руки из-за очень скользкого покрытия. Боковинки выполнены из полуглянцевого пластика с едва заметной текстурой. К сожалению, покрытие скользкое как в сухих, так и во влажных руках. На модели А90 используется резиновое напыление на бока, и мышка гораздо более цепкая. Почему этого не сделали в пладе для этой модели, мне непонятно. Верхняя панель выполнена из ABS пластика с софт-тач напылением. Покрытие приятное и бархатистое на ощупь, к нему особых претензий у меня нет. Форма предназначена для хвата 1.2.2. Как я говорил ранее, для моего размера руки мышку удобнее всего пользоваться в пальцем ухвате. В когте мешается скос, а в ладонном ухвате пальцы начинают свисать с кнопок. Поэтому мои рекомендации такие. Для маленьких ладоней можно брать эту модель для всех трех хватов. Для ладоней среднего размера А91 подойдет как в когтевом ухвате, так и в ухвате пальцами. А модель А90 будет удобна в ладонном ухвате. Ну а те, у кого от природы руки богатырские, лучше А91 вообще не рассматривать. Она весьма узкая и может приведеть к тому, что при долгих игровых сессиях руку начнет сводить. В мышке также есть подсветка двух независимых зон. И если как настроить подсветку логотипа на спинке я понял, то изменить цвет подсветки колесика прокрутки я не смог. Основные кнопки не отделены от корпуса, и в них есть весьма заметные углубления под пальцы. В этой мышке используются оптические переключатели Light Strike, которые являются собственной разработкой в ладе. Их преимущество, по крайней мере на бумаге, заключается в том, что из-за их оптического характера не надо фильтровать паразитные колебания пружины, что позволяет повысить быстродействие кнопок. Повышается и долговечность, так как не изнашивается контактная площадка свеча. В итоге, их заявленный ресурс 50 миллионов нажатий. Проверить столь громкие заявления, к сожалению, я не могу. Сами клики средней тяжести и не обладают какой-то смазанной обратной оттачей. Также пружине не хватает жесткости возврата, отчего быстро накликивать на этих свечах у меня лично не получилось. Стоит сказать, что у кнопок есть небольшой люфт, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Но при использовании мышки люфт совсем не заметен. В плане отклика кнопок у мышки действительно все очень хорошо. Кнопки на 4-5 миллисекунд быстрее, чем у Logitech G303. Кстати, тут применено еще одно интересное решение. Как только сенсор перестает считывать поверхность, то добавляется задержка в 20 миллисекунд на кнопке. Скорее всего, это сделано для того, чтобы не было ложных срабатываний, когда вы опускаете мышку обратно на коврик после свайпа. Боковые кнопки расположены только с левой стороны мышки. Они выполнены из глянцевого пластика и их расположение весьма удачное. Их удобно нажимать как слайдом, так и простым нажатием большого пальца. Качество исполнения этих кнопок двоякое. С одной стороны, они плотно сидят в корпусе и не люфтят. А с другой стороны, клик кнопок между собой кардинально отличается по звуку и ощущению. Также, сквозь щели боковых кнопок просвечивается подсветка колеса, что тоже слегка портит впечатление мышки. По уже давней традиции А4Тех, кнопки назад и вперед по умолчанию перепутаны местами. Колесико прокрутки мышки неоднозначное. С одной стороны, оно хорошо сидит в корпусе и не болтается. А с другой стороны, черные наклейки по бокам на моем экземпляре наклеены криво. Резиновая полоса по центру цепкая и приятная на ощупь. Щелчки позиционирования, на мой взгляд, чуть слабоваты для такого диаметра колеса. Но в целом, пока не включил мышку в компьютер, ощущение от колесика позитивное. А вот после включения сначала узнаешь, что в энкодере колеса 20 позиций, а не 24. А потом замечаешь, что у колесика постоянно есть сложные срабатывания. А причина в том, что колесо построено на оптомеханическом энкодере пладе. И в итоге им как-то удалось совместить все минусы механических и оптических энкодеров. За клик колесика отвечает микросвитч Хуана. Клик достаточно приятный и средний по тяжести. За колесом прокрутки расположены три дополнительные кнопки. В бесплатных режимах софта их переназначить нельзя. И они всегда будут выполнять функцию смены режимов клика левой кнопки. А двойное нажатие первой кнопки и прокрутка колеса будет отвечать за смену DPI. Изменять их привязку можно только в четвертом режиме Core. Кнопки прилично люфтят и обладают дешевым звуком клика. Так как под ними установлены простые мембранные свечи. Несмотря на их расположение прямо за колесом прокрутки, я не задевал их при активном скроллинге. Внутри Блади А91 спрятан искусственный утяжелитель. Его расположение находится в самом хвосте мышки. И поэтому он сильно нарушает развесовку, делая зад мышки чересчур тяжелым. Поэтому мой вам совет такой. Первым делом убрать этот ненужный грузик. Без него мышка становится приятно легкой и с хорошим самым балансом. Ножки мышки выполнены из металлического сплава. Это необычный выбор материала для ножек, но стоит сказать, что на тканевом коврике они скользят очень хорошо. На пластиковых коврах скольжение достаточно громкое и ножки начинают царапаться. Также к минусам можно отнести немного небрежная обработка краев ножек. Иногда встречаются заусенцы, которые цепляют поверхность ковра. Кабель мышки в оплетке с характерным для Блади черно-красным оформлением. Его выход смещен от центра мышки и приподнят от ковра. Он достаточно гибкий и его длины будет достаточно почти всем. Кабель также весьма неплохо скользит по разным типам ковриков. В целом особо ничего плохого про него я сказать не могу. В мышке установлен оптический сенсор Avaga 3050. Однако инженеры Блади его слегка доработали. Во-первых, в сенсор добавлена возможность регулировать высоту отрыва. Во-вторых, в сенсоре можно устанавливать неродные значения DPI. У Avaga 3050 минимальное значение равно 500 DPI, а шаг 250 DPI. Максимальное значение же 2000 DPI. В этой мышке очевидно применен алгоритм интерполяции, который позволил сделать минимальное значение равным 100 DPI, а максимальное 4000 DPI. Шаг тут всего 100 DPI вместо 250. Одним из побочных эффектов этого решения заключается в том, что у мышки реальные значения DPI сильно отличаются от заявленных, а их значение также зависит от установленной частоты опроса. Нужно понимать, что используя интерполяцию, сигнал от сенсора сначала обрабатывается, а затем только передается на выход. Однако стоит похвалить инженера в Бладе. Задержка тут совсем невелика. Всего 2 мс по сравнению с ZOE и EC2A. Хотя одно ограничение сенсора инженера в Бладе никак не могли обойти. Речь пойдет именно о 8-битном канале сенсора 3050. Из-за него динамические характеристики сильно страдают при повышении DPI. Например, на 500 DPI максимальная скорость свайпа может достигать 3,5-4 метра в секунду. Однако уже при 800 DPI максимальная скорость равна всего 2,8 метра в секунду. Если свайп быстрее, то появляется отрицательное ускорение. На 4000 DPI проблемы наступают еще раньше. У сенсора проблемы с джиттером проявляются на DPI выше 2000. В остальном поведение сенсора хорошее. Частоту опроса можно регулировать от 125 до 1000 Гц. Также хочу отметить еще одну особенность. Окошко сенсора достаточно сильно смещено вперед по отношению к центру дна. Это инженерное решение заметно при мелких движениях мышки и потребует некоторого времени для привыкания. Софт у всей линейки мышек Бладе универсальный. Назвать его интуитивно понятным у меня язык не поворачивается. Так как без подсказок из интернета я не смог, например, поменять профиль в мышке. Его ключевой особенностью является платная составляющая, которая открывает возможность написания макросов и других режимов работы дополнительных кнопок. В целом, именно оформление софта больше всего кричит Китай. Почему для моей мышки приведен рисунок другой мышки при настройке клавиш? Почему в проводной мышке есть настройки для беспроводной? Да, пользоваться софтом можно, но вот это пренебрежение деталям портит все. Ну и взимать плату за возможное написание макросов я считаю крайне неправильным решением. Давайте попробуем проанализировать, что у нас получилось в итоге. К плюсам мышки можно отнести достойное поведение сенсора на низких DPI, хорошее качество сборки корпуса, быстрый отлик кнопок и весьма приятный кабель. К минусам можно отнести неудачное покрытие боковинок, не совсем точное значение реальных DPI, ограниченные возможности по настройке подсветки и дополнительных клавиш, и колесо прокрутки с фантомными срабатываниями и небрежно наклеенными боковинками, а также платная составляющая софта, которая привязывается к конкретной мышке, и поэтому при ее смене придется покупать софт заново. В целом, вроде получается, что минусов как-то больше, чем плюсов, но если честно, мышка не так уж и плоха. Если особенности формы вам не будут мешать, то ограничивать ваши возможности она точно не будет, а насколько критичны для вас остальные указанные мной минусы, уже решать вам. Итак, с вами был я, Тушел. Если видео вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.